Школа большая на 1100 мест, общая площадь пополам более 25 тысяч квадратных метров. Сразу на входе предусмотрено помещение для охраны, там же находится пожарный пункт и для систем безопасности предусмотрены турникеты, рамки металлоискателей, блок для начальных классов. Здесь подготовлены игровые зоны в каждой из рекреаций, где дети во время перемены могут заниматься рисованием. Кабинет физики, который мы сейчас видим, он уже заранее оборудован розетками, подведено электричество, проектор, то есть дети будут заниматься все время на кабинете физики. Это кабинет химии, который также оборудован современными партами, которые предназначены для всего необходимого для проведения опытов. В силу того, что сейчас остро стоит вопрос горячего питания, современные мармиты, оборудование в столовой, котлы, холодильное оборудование, все это дает возможность, не задумываясь, готовить пищу и обеспечивать детей. Обеденный зал предусматривает посадку одновременно более 400 человек, но в силу ограничений, наверное, это будет как-то изменено. Основными особенностями являются три спортивных зала. Это самый большой спортивный зал, предусмотрена трибуна для зрителей, информационное табло, 12 счетов для тренировок, оборудовано тренажерами и всем, что необходимо для занятия физкультурой старших классов. Малый спортивный зал предназначен для гимнастики, не игровых видов спорта. Во втором блоке предусмотрено помещение для занятия гимнастикой и хореографией, уличная игровая площадка для волейбола, баскетбола, оборудована бесшовным антитравматическим покрытием, предусмотрена детская игровая площадка для детей начальных классов, также оборудована игровыми спортивными снарядами и бесшовным антитравматическим покрытием. Современный актовый зал будет логичным завершением всего, что приготовлено в новой школе, особенно с учетом того, что пятая школа не имела никогда своего собственного актового зала. Субтитры создавал DimaTorzok